Салют подписчикам канала Атом Асюм и случайным зрителям этого видео. Мои постоянные зрители знают, что я пользуюсь смартфоном Poco X3 Pro. Это в свое время очень удачная трубка, в которой сочеталась все характеристики за вменяемую цену. До сих пор этот смартфон достаточно актуален, но я пытаюсь найти смартфоны, которые могут быть его заменой. Я вам рассказывал недавно про новинку Poco F5. В том смартфоне есть отличное сочетание характеристик за вменяемую цену. Но сегодня я хочу рассказать еще об одной новинке от компании Tecno. Это смартфон Tecno Common 20 Pro 5G. На самом деле несколько моделей вышло под названием Tecno Common 20 и они внешне похожи. Но на самом деле они отличаются. Если вы только-только открыли какой-нибудь каталог в интернет-магазине и смотрите смартфоны Tecno, то можете увидеть Tecno Common 20 за одну стоимость, чуть дороже и самый дорогой. Причем на самом деле это одинакового дизайна смартфона, но с разной начинкой. И сегодня я вам расскажу про модель Tecno 20 Pro 5G. На мой взгляд это среднячок, это средняя модель между вот этими двадцатками. Но он, на мой взгляд, самый лучший по соотношению цены и характеристик. Он даже получше, чем дорогой смартфон. Я сегодня расскажу почему. Ну и в принципе это телефон, один из новинок, которые сегодня поступили, в котором также есть все, что мы привыкли видеть в смартфонах. Он относительно недорогой. У него классная камера с оптической стабилизацией основная. Есть также разъем под наушники. Возможность расширить память карточкой памяти, установить две сим-карты. Но еще тут очень хороший набор характеристик. AMOLED-экран 256 гигов. Встроенной памяти 8 гигов оперативы. 8 сверху можем накинуть. Из характеристик еще отмечу. Быструю зарядку 33-х ватт. Хороший объем батареи 5000 мАч. Мощный достаточно процессор. Dimensity 8050. Ну и много-много чего еще интересного я сейчас вам более подробно расскажу. Давайте сперва окунемся в сравнение некое. И я вам покажу, чем отличаются модели других версий Camon 20 Pro. И начать я хочу с цены. В магазине player.ru сейчас смартфон Tecno Camon 20 Pro 8256. Это модель самая бюджетная. Стоит он 17204 рубля. Плюс-минус характеристики в принципе похожи. Но смотрите, отличается камера. 64 мегапикселя основная. 2 мегапикселя макро. И 0,8 мегапикселей модуль глубины. Самое основное отличие процессор. Тут установлен MediaTek Helio G99. В принципе, неплохой процессор. Производительный. Недорогой. Если вы не требовательный пользователь, то можете брать спокойно вот эту вот начальную версию смартфона. Если мы говорим о следующей модели. Tecno Camon 20 Pro 5G. Который как раз у меня на обзоре. Это средняя версия. То он стоит 22 тысячи с копейками. То есть смотрите, 17 и 22. Разница 5000 рублей. Я рекомендую доплатить эту разницу. Потому что вы получите уже более мощный процессор. Dimensity 8050. Частота обновления экрана 120 Гц. И основная камера 64 мегапикселя. Плюс 2 мегапикселя макрообъектив. И в камере есть оптическая стабилизация. Ну и последняя модель, которая как брат-близнец внешне выглядит. Это Tecno Camon 20 Premier. У него объем памяти больше. 8 также оперативы, но встроенной памяти 512 гигов. Стоит он уже значительно дороже. 31 тысячу рублей. Также в магазине player.ru. Я ссылки в описании оставлю на все эти три смартфона. Можете пройти, прицениться, посмотреть. Точно такой же процессор Dimensity 8050 установлен, как в нашем сегодняшнем герое. Но отличается камера. 50 мегапиксельная основная камера. 108 мегапиксельный широкоугольный макрообъектив. Есть 2 мегапиксельный датчик глубины. И есть лазерный автофокус. В принципе, это все отличия. Но еще вот в этой версии Tecno Camon 20 Premier 5G нет разъема под наушники. И вот исходя из этих отличий, мой выбор лично пал на Tecno Camon 20 Pro 5G. Как на среднюю модель, в которой есть и мощный процессор, и хорошая камера. Разъем под наушники. И в принципе, все, к чему мы привыкли. Телефончик выглядит весьма необычно. Согласитесь, он отличается от привычных брусков. И вполне становится узнаваемым. У меня был обзор предыдущей модели Tecno Camon 19 Pro. Я обязательно их сравню. Тут телефончик выглядел не так самобытно. Тут же мы видим некую самобытность. То есть, задняя крышка с фактурным рисунком. И блок камер также находится в неком кристалле. По современным тенденциям, боковые грани тут плоские. Телефон получается таким неким бруском. Но они тут глянцевые. И, как видите, достаточно сильно заляпываются при использовании. С правой стороны кнопка питания и качелька громкости. Снизу разъем под наушники. Type-C и динамик. Тут стереозвук хороший установлен. Второй динамик продублирован сверху. Есть микрофон для шумоподавления. И лоток слева под сим-карты и карту памяти. Без малого тут 256 гигабайт. Мне кажется, этого достаточно вполне. Если мы зажигаем экран, то увидим, что тут сканер отпечатков пальцев шит под экран. Он срабатывает, в принципе, отлично. Нареканий никаких нет. Но производитель, на мой взгляд, мог бы удешевить еще смартфон, установив сканер в кнопку питания. В комплекте, смотрите, есть чехол. Такой вот пластиковый. Классно выглядит. Но блок камер, как видите, он не защищает. Вам придется отдельный какой-то чехольчик покупать. Потому что вот эта вот часть, она, видите, тоже покрывается отпечатками пальцев. И, в принципе, со временем наверняка будет покрываться царапинами. Видите, есть Always-On Display. Из него я могу также активировать экран. Ну и плюс в комплект положили еще быструю зарядку. 33-х ваттную. Можно быстренько зарядить батарею на 5000 мАч. Час небольшим. Потребуется для полной зарядки. Здесь установлен AMOLED-экран на 6,7 дюймов. Матрица с разрешением 1080 на 2400. И частота обновления 120 Гц поддерживается. Если мы зайдем вот как раз в настройки, можем тут включить адаптивную регулировку яркости. Есть датчик освещения и приближения. И частоту обновления изменить. Тут доступна не только 120 Гц, но и средняя частота 90 Гц для того, чтобы экономить заряд батареи и оставлять плавность экрана. Но мы можем включить еще и автоматическое изменение частоты обновления в зависимости от отображаемого контента на экране. Экран классный. Нареканий к нему в принципе никаких нет. Вот так вот смотришь. Ну достаточно приятная для глаз картинка. Какой-то рыхлости картинки нет. То есть вот вблизи смотрите друзья. Никаких пикселей не видно. Плотная, яркая, сочная картинка. На этом экране мне кажется хорошо будет смотреть видео, какие-то фильмы. Ну и в принципе играть в игры. Плюс к всему есть тут стереозвук. Двойные стереодинамики получили сертификаты от Hi-Res Audio. В плане программного обеспечения здесь установлен 13-й Android. На базе него сделана фирменная оболочка от Tecno. Называется она Hi-OS. Версия на данный момент 13.00. Оболочка в принципе интересная. Я сделаю на нее полный обзор с различными фишками и настройками. В этом видео не хочу углубляться. Подписывайтесь, чтобы не пропустить обзор оболочки. В двух словах могу сказать, что здесь приятный внешний вид. Чем-то он напоминает MIUI. То есть шторка такая двойная. С левой стороны мы открываем центр управления. Где можем регулировать яркость и громкость. Отдельный блок с модулями связи. Bluetooth, Wi-Fi. Кстати, он тут двухдиапазонный. Есть еще модуль NFC и GPS поддержка спутников Glonass и Galileo. То есть в принципе, блин, в телефоне есть все, что мы хотим видеть вообще в смартфоне. Ну и дополнительно есть разные интересные настройки, которые Tecno сама сюда добавила. За производительность отвечает MediaTek Dimensity 8050, как уже говорил ранее. Очень неплохой чип, достаточно мощный, построен по 6-нанометровому техпроцессу, отлично справляется с нагрузкой. Архитектура ядра разбита на два кластера, то есть 4 энергоэффективных Cortex-A55, 2000 МГц, 4 мощных ядра Cortex-A78, в пике выдают 3000 МГц. За графику тут отвечает Mali-G77MC9. То есть вот эта конфигурация смартфона, вот это железо 8256 и вот этот процессор 8050 вполне потянет игры. Даже какие-то тяжелые там проекты, типа Genshin & Bug, то он будет тянуть на средних уровнях графики точно без проблем. Чтобы не быть голословным, я провел тест в Antutu и телефончик набирает вполне себе неплохие 767 тысяч баллов. То есть это уже выходит за грань среднебюджетных смартфонов и приближается к более дорогим смартфонам, вот такой вот показатель. То есть казалось бы, телефончик относительно недорогой, в нем дофига мощи, Но если мы будем проводить троттлинг-тест, то процессор показывает не самые классные результаты. Буквально 15-минутная нагрузка была. В самом начале, видите, происходит снижение частоты. MTK Dimensity 8050 скидывает производительность до 65%. Он нагревается. И в общем-то закономерно мы будем иметь троттлинг спустя непродолжительное время нагрузки. Если сравнивать G99 процессор, который в более бюджетном смартфоне установлен, он так не троттлит. Но производительность его ниже. В общем, вот такой вот парадокс, друзья. Кстати, друзья, линейка Common у Tecno это смартфоны с хорошими фотовозможностями. Common 20 Pro 5G не исключение, потому что здесь установлен очень неплохой основной модуль на 64 Мп с диафрагмой f.1.65. Он дополнен фазовым автофокусом, есть оптическая стабилизация и модуль RGBV с повышенной светочувствительностью. Здесь стоит 1 стеклянный и 5 пластиковых линз. Снимать может как в 64 Мп, так и в режиме объединения пикселей в 16 Мп. Есть макрообъектив на 2 Мп и 2 Мп. Модуль глубины, вокруг которого реализована вспышка с 4 светодиодами, очень яркая. На мой взгляд, фотографии получаются достойными. Для стоимости смартфона вообще классные фотки, хорошая цветопередача, такая близкая к естественной. Хорошая резкость снимка, в камере достаточно освещения, то есть в шум она не уходит. Даже в принципе, если мы говорим о ночных снимках, то на мой взгляд тоже все получается достаточно классно. Вот вы сами видите примеры снимков, и я могу смело сказать, что этот смартфон фотографирует неплохо. Не могу сказать, что прямо вообще это какой-то реально фотофлагман. Но вот за свою цену, в районе там двадцатки, да, он фоткает неплохо, если мы будем сравнивать его там с конкурентами остальными. Для фотографии вы спокойно можете покупать этот смартфон. Ну и для видео, соответственно, тоже. Потому что видео смартфон пишет тоже неплохо. 1080p 30 или 60 кадров в секунду доступно. Ну и также 4К можно снимать 30 кадров в секунду с оптической стабилизацией. Ну что, подведу некий итог с плюсами и минусами, как всегда. Субъективно могу сказать, что это хороший выбор, если вы хотите получить много разных фишек за меняемые деньги. То есть тут как бы есть все, что нам необходимо. Хороший AMOLED-экран с частотой обновлений 120 Гц. Возможность расширить память. Много встроенной памяти уже из коробки. В принципе, расширять ее даже необходимости не будет, скорее всего. 64-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией. Мощный и достаточный процессор для данного класса. Dimensity 8050. Хороший объем батареи 5000 мАч с быстрой 33-х ваттной зарядкой. Это, несомненно, все плюсы этого смартфона. От себя еще могу добавить, что есть разъем под наушники. Также это плюс для многих. Ну и хороший качественный стереозвук. Из минусов, на мой взгляд, основное. Это отсутствие ширика. Все-таки Tecno позиционирует линейку Common как смартфоны с хорошими фотовозможностями. Дополнительно могу притянуть сюда отсутствие сканера отпечатка пальцев в кнопке питания. Все-таки он был бы здесь удобнее и телефон бы, соответственно, стоил бы дешевле. Ну и, в принципе, троттлинг процессора при нагрузке. Говорит о не самой лучшей системе охлаждения. Тут тоже, по идее, производитель сэкономил. Если вы нашли еще какие-то минусы, напишите о них в комментариях. Спасибо вам огромное за внимание. Подписывайтесь на канал. Все интересные ссылки ждут вас в описании. На сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok